Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Собственно, традиционно уже по устоявшимся, скажем, канонам нашего анализа каждодневного прошу делать несколько минут для оценки тех событий, которые на финансовых рынках стали определяющими за прошедшие торговые сутки. Сегодня у нас по совместительству еще и последний день месяца. Мы, как и планировалось, очень быстро оказались на пороге сентября. Сентябрь, как вы помните, у нас может быть еще более интересным для определения того, что произойдет с политиками Европейского Центрального Банка и американского регулятора. Потому что раньше мы готовились к этим изменениям, сейчас у нас есть более-менее конкретика, к которой мы сами подошли, определившись тем, что может случиться, оценивая тот долгосрочный фундамент, на который каждый день делаем акцент. О чем идет речь? Это о сокращении баланса ФРС и, разумеется, о самой настоящей конкретике со стороны Европейского Центрального Банка, которая, я уверен, будет лишь подтверждать нашу с вами позицию, что до конца 2017 года, а может быть даже еще на более длительную перспективу, ЭЦБ будет действовать в рамках прежнего мандата, направленного на стимулирование экономического роста и разгон индекса потребительских цен. При разрешении таких задач, которые находятся на повестке, на передовой для всего регулятора, конечно же, нужно и дальше отстаивать и защищать те стимулы, которые сейчас используются в рамках, собственно, политики через нетрадиционные стимулы. Это программа количественного смягчения, конечно же, и крайне низкие процентные ставки. Друзья, я надеюсь, что вы поддерживаете позицию, аналогичную моей. Если уж мои доводы были для вас, скажем, не настолько существенными, чтобы прислушаться к позиции мягкой риторики, то надеюсь, что выступление, которое имело место быть драки, собственно, в Джексон Холли, когда он отвечал на вопросы и признал то, что без этих стимулов экономика не обойдется, стало для вас тоже не пустым звуком и самым настоящим намеком, я думаю, даже не намеком, а прямым заявлением того, что еврозона будет и дальше владаться этими экономическими стимулами. Вот почему наша идея по европейской валюте уже давно была направлена на то, что главный риск нужно, собственно, сбавлять, сбивать с текущих ценовых позиций, поскольку курс слишком высок. Сейчас идет откат довольно неплохой, но нужно поддержать, собственно, эту тенденцию, нужно превратить этот откат в зарождение нисходящего тренда и на этом тренде оставить на то, что пара ослабит уровень 1.15. А евро придет время, собственно, даже в рамках брифинга мы поговорим, давайте сначала коснемся нефтянки, потому что сейчас на рынке нефти происходит то, что не может, скажем, не поднимать нам настроение, как продавцам этого актива. Мы с вами замыкаем, собственно, неделю на уровнях, близких по бренду, к 50 долларам за баррель. Это была наша с вами цель, ну, только в плане таких откосочных ориентиров, потому что мы знали уже давно, что нефть будет больше тяготеть к нижней конец этого коридора. Но 50 долларов за баррель – это, конечно же, еще не тот самый рубеж, который нам необходим. Мы планируем быстренько его преодолеть и, собственно, тестировать уже на более длительной перспективе отметку 45 долларов за баррель. Это в идеале. Клосс вчерашнего дня 50.62, сейчас мы видим котировки 50.77. Основной идеей для рынка – это оценка, анализ последствий урагана Харви, собственно, в Мексиканском заливе. Сейчас участники рынка понимают то, что этот форс-мажор, скажем, это стихийное бедствие, постепенно, понемногу начинают сходить на нет и уже ждут, собственно, официальные оценки, оценки экономического ущерба. И этот экономический ущерб, ну, понятно, в целом для экономики, для нефтяной отрасли будет интересен тем, как повлиял на работу ключевых нефтеперерабатывающих заводов и сказался ли позиционно на объемах нефтедобычи. Вот как раз ураган Харви мы с вами с этих групп паскостей запасы, собственно, и объемы добычи рассматриваем очень давно, но изначально пришли к выводу, что угроза для первого сектора, она более чем очевидна. Вчерашний отчет от администрации политической информации был, можно сказать, в большей степени даже проигнорирован участниками рынка, потому что мы по запасам получили цифру, которая подтвердила тенденцию уже девятой недели подряд снижение запаса от минус 5,4 миллиона. Прогноз, между прочим, значился на отметке минус полтора миллиона, потому что уже закладывались под последствия урагана Харви для НПЗ, собственно, Мексиканского залива. Что касается объемов добычи, то производство нефти продолжило расти в Соединенных Штатах Америки плюс несколько тысяч баррель, по-моему, плюс 2-3 тысячи. Конечно же, символичный показатель, учитывая то, что несколько недель назад мы с вами видели 79 и 30, и привыкли уже к более высоким значениям. Но здесь подход простой. Это, видимо, статистика со знаком плюс, значит, все равно прирост и все равно позитивный момент для сделки на продажу, поскольку производство нефти не сокращается, а продолжает расти. Что касается запасов уже по нефтепродуктам, бензина, то они выросли, но на небольшую, совершенно символичную цифру. Я думаю, что в следующий период уже будут переломные. Мы начнем с вами формировать новую тенденцию, когда запасы, собственно, будут резко снижаться. При этом, друзья, чем мы можем спекулировать дальше в плане новостей? Я считаю, и присоединяюсь к позиции экспертов, которые присутствуют на рынке, то, что пока что вот эти данные, которые мы с вами проанализировали, вот от администрации энергетической информации, статистика по запасам и объему добычи, это статистика, которая еще не отражает всех негативных последствий урагана Харби. И эта статистика, скорее всего, будет уже сопряжена с реальностью, с действительностью и найдет свое отражение в цифрах в последующие периоды. Я считаю, что уже в следующую среду мы с вами сможем максимально объективно посмотреть, действительно ли впоследствии такие удручающие для нефтянки, как мы с вами прогнозируем. Но судя по тому, как нефть сейчас снижается, я думаю, что рынок уже всецело готов к этим плохим данным, готов к тому, что запасы по нефти будут расти, а запасы по отопливу, по бензинам будут оснижаться. Я советую и рекомендую тоже готовить себя к этим релизам. Ну, я думаю, что это лишь будет дополнительным стимулом для усиления распродаж и уверен, что вы уже находитесь в коротких позициях. И также, как и я, не сомневайтесь в том, что, возможно, мы наконец-таки получили поддержку сейчас того самого фундамента, который для рынка нефти очень длительный период времени был искомлен. Рынок нефти нуждался в этом триггере, который затачит нефтянку за пределы этого узкого коридора консолидации. Лично я тоже устал изо дня в день констатировать котировки в диапазоне 51-52,5 доллара за баррель. И наконец-таки мы с вами сейчас порываемся к тесту нижней границы с возможностью ухода даже еще ниже. Плюс ко всему, против нефти, безусловно, и укрепление доллара, которое наблюдается сейчас вдоль всего широкого рынка. И доллар растет на факте, опять же, снижения геополитических угроз на фоне интереса и всплеска к риску со стороны трейдеров, на фоне подогревания, опять же, положительных ожиданий в связи с предстоящим отчетом по Non-Farm Pearls, что потенциально тоже может привести к еще большему росту доллара. И если американская валюта закончит эту неделю на еще более высоких ценовых значениях, нежели чем мы котируемся сейчас, хотя я думаю, что локально программа «Максимум» уже выполнена. Разворот больше, чем на 250 пунктов – это прекрасный, скажем, переломный момент. Может быть, большего желать сейчас и не нужно. Нужно просто успокоиться под конец торговой недели, а уже со следующей, собственно, пятидневки и по совместительству уже сентябрьского месяца полномерно начинать готовиться к сокращению баланса и потенциально к еще большему стимулу роста для американцев. В любом случае, рост доллара – классический еще один фактор для снижения цен на них. Ну и завтра еще Бейкер-Хьюз, статистика по количеству нефтиных терминалов. Последние две недели мы помним, как в пятницу этот отчет, который публикуется традиционно поздним вечером, приводил к росту кассировок нефти, поскольку количество терминалов сокращалось, и нефть-оптимисты начинали спекулировать на этой статистике как на сигналах о том, что сланцевая активность начинает замедляться. И это может привести к сокращению объемов добычи. Пока что у нас не сформировано какого-то мощного тренда, из-за которого мы тоже можем присоединиться к позиции снижения сланцевой активности. Я считаю, что это не так. Активности сланцевых производителей находятся по-прежнему на очень высоких значениях, и то, что мы за последние три недели потеряли по терминалам несколько штук, это ерунда, потому что их число все равно на максимуме с 2015 года. В общем, друзья, продолжаем ставить на то, что котировки Brent и WTI будут снижаться. По Brent нам нужно все-таки как можно ближе к полтинничку закрыть, собственно, этой недели. Рубль 58, а 55 российская валюта пока почему-то не очень хочет реагировать на снижение цен на нем. При этом я старался найти причины, из-за которых рубль так успешно сейчас держит оборону. Было несколько объяснений со стороны, опять же, моих коллег, представителей разных инвестиционных компаний. Но вот самое главное из них – это то, что сейчас наблюдается общий спрос на рисковые активы, выигрывают валюты развивающихся стран с натяжкой, конечно же, фактор. Второй момент – это продолжение активности Минфина по размещению облигаций в ПЗ, на которые есть спрос. Тоже, мне кажется, ерундовый аргумент, который уж точно, которым трудно объяснить, почему рубль так настойчиво игнорирует снижение котировок нефти на несколько процентов в рамках одной торговой сессии. Поэтому, друзья, для общей сводки, общего информирования я, в принципе, обозначил эти причины укрепления рубля, но я думаю, что они не определяющие. Истинную причину сейчас очень трудно найти, и мы можем, конечно же, попытаться определить ее с точки зрения заинтересованности, опять же, определенной категории трейдеров, которые сейчас держат рубль на тех значениях, на которых он находится. Но по мере движения к полтиннику никакая сила уже не сможет сдержать девальвацию рубля. Я надеюсь, что вы об этом никогда не забывали, и поэтому ждете 60, как и раньше. Если нефть приблизится к 50, ну что-то остается, 77, собственно, центов, меньше доллара, это меньше 2%, российская валюта действительно очень быстро окажется снова выше 59, а в идеале бы нам приблизиться даже к отметке в 60, собственно, под конец этой недели. Доллар японская иена здесь, что не отчет, который у нас вышел в рамках вчерашних торгов, то мощнейшая поддержка для роста, которого непременно можно оправдывать развитие оптимизма в отношении этого инструмента. То, что геополитические риски, связанные с вот этим инцидентом пуска ракет, через воздушное пространство Японии, пуска ракет Северной Кореи, отошли на второй или даже на третий план, это очевидно. Действительно, потому что если бы эта тема по-прежнему была определяющей, мы бы никогда не увидели такого роста доллара, мы никогда бы не увидели того спроса на американскую валюту, который наблюдается сейчас, потому что защитные инструменты выигрывают от этого. Ну и если, скажем, опустить валютную секцию, достаточно посмотреть на золото, которое также с локальных максимумов, которые были выше 1325 долларов за тройскую лунку, сейчас уже в одном шаге от пробоя сверху вниз от метки 1300 долларов. Настроения улучшились, эти настроения, опять же, связаны с тем, что, как мы помним, Трамп и прочие лидеры отреагировали на провокацию со стороны Северной Кореи, но не так костно, как было раньше. И, в принципе, поспособствовали тому, что вся эта ситуация не вышла в формате только обсуждения на новый виток эскалации напряженности, которая заставила бы всех снова переживать за возможную уже предначальную фазу состояния войны. Об этом мы сейчас не говорим. Ситуация. Будем надеяться, отталкиваясь от рыночных настроений под контролем. И если так, если рынок готов сейчас с головой, как у нас, собственно, в статистику, давайте сделаем это вместе с ним. Тем более, что те отчеты, которые вышли вчера, придали еще большее ускорение доллару по статистике рынка труда. ИДП 237 тысячи с 201 тысячи. Это максимальное значение за последние 5 месяцев. И 201 тысяча, вы помните, это отчеты позапрошлого месяца. И он был пересмотрен с повышением. Ранее у нас значилась цифра 178 тысяч. Далее у нас вышла статистика по инвесу расходов на личное потребление. Мы снова увидели прекрасную цифру. Практически в 1% прироста. И даже можно было не смотреть на показатели экономического восстановления, зная то, что на таких показателях розницы потребительской активности ПВП должен быть просто чудесным. И в целом годовые данные ПВП, максимальное значение с первого квартала 2015 года 3% с 2,6%. И что и требовалось доказать, при более глубоком изучении тех компонентов, которые привели к такому укреплению показателя, стало ясно, что основной катализатор это потребительская активность, на которую мы с вами продолжаем делать ставку. Почему? Потому что заработные платы растут, ситуация на рынке труда улучшается. Эдипе это подтвердил, сформировал еще более положительные ожидания того, что и в пятницу, то есть завтра нам фармпэрлсы будут не хуже точно. А если уж мы получим еще и статистику по более лучшим и сильным показателям по росту заработных плат, тогда это будет еще мощный стимул, который не просто приведет к большему укреплению доллара, а позволит измениться настроением и, может быть, даже сменить позиционирование в нашем контракте FedWatch, который оценивает вероятность повышения процентной ставки. Лучшая статистика официальной данной, сохранение прогресса, это то, что снова может позволить вероятности роста ставок в декабре по фьючерсному контракту перевалить за 50-55%. Это будет хорошим, скажем, подспорьем для того, чтобы до конца этого года, по мере приближения декабря, вытащить эту вероятность на более высокое ценовое значение и еще раз говорить о том, что ФРС сознательно изначально готовит трейдеров к тем изменениям, которые будут происходить. Поэтому по доллару и японской иене, друзья, как вы помните, наш, скажем, эксперимент, который мы начали с понедельника по поводу косвочной торговли, предполагал, собственно, трейдинг и этой валютной паре в качестве костяка и базиса на эту пятидневку. Мы будем менять сделки каждую неделю по мере тех изменений, которые будут происходить еще в комиссии по фьючерсной торговле, контрактов CFTC, Committance of Trades. Собственно, на этой неделе мы как косвочно ставили на движение и подлогу волатильности по евро-доллару, по доллару японской иене, по пункту против американца, доллару канадца. Собственно, по доллару японской иене, поскольку мы уже разобрали этот дуэт валютных активов, мы вчера с вами снова продавали. В итоге продажа, собственно, этих инструментов в рамках вчерашней торговой сессии принесла бы нам убыток 55 пунктов и, соответственно, в целом уже, говоря, резюмируя еще по евро-доллару, кстати, там тоже убыток 78 пунктов по фунту без изменений, а вот канадец нам помог отчасти реабилитироваться, плюс 130 пунктов мы заработали за вчерашнюю торговую сессию, но в целом дневной результат минус 20, точнее минус 3 пункта, а в совокупности за первые 3 торговой сессии у нас результат минус 25 пунктов. Сегодня, друзья, в отношении американца я предлагаю уже готовиться вместе с более широким рынком к сильным данным и даже, несмотря на состоявшиеся уже ралли, поставить уже на более серьезный рост доллара. Дальше идем. Евро против американца. Здесь участники рынка ждут, безусловно, заседания 7 сентября. Сейчас настроение начинает понемногу меняться, потому что эти настроения основаны на том, что на столь высоких ценовых значениях, где евро по-прежнему находится сейчас, даже текущие котировки по евро-доллару 1,1876, это все равно уровень, который, скажем, негативен для национальных экспортеров. На таких высоких значениях Европейский Центральный Банк не может позволить себе высказывания относительно жесткой монетарной политики, потому что если бы они сейчас произошли, то европейская валюта улетела бы выше отметки 1,22 или 1,23. Уже очевидно, вот эта коррекция, которую мы видели с отметки 1,2050, то что этот уровень является настолько критичным, что даже сами трейдеры понимают, насколько губительно нахождение на этих, скажем, ценовых значениях в длинных позициях. Я надеюсь, друзья, то, что вы не попали в ловушку избыточных ожиданий того, что по мере тестирования планки 1,20 открывается дорога, потому что бы евро улетел в район 1,25, знаю, что даже были позиции 1,30, и надеюсь, что вам не нужно объяснять, с чем это связано. Сегодня у нас на повестке данные по инфляции, которые будут опубликованы 12.00 по московскому времени, по еврозоне. Можно посмотреть на предварительные отчеты, которые мы видели по инфляции в Германии. Ну, традиционно, вы помните, Германия у нас как первая ласточка, опять же, той статистики, которую мы видим по еврозоне, поскольку Германия – это ведущий локомотив всего ЕС и, в принципе, показатели схожи. По индексу потребительских цен в Германии в месячном выражении рост был символичнее, на целых 1,1%, с прошлого – на целых 0,4%. По ожиданиям в рамках еврозоны статистика не самая радужная. Ну и какой бы она ни вышла, мы видим то, что годовое значение очень сильно не дотягивает до цели в 2%. Поэтому это еще один сигнал, еще один стимул, почему ЕЦБ должен быть так же, как и раньше, более привержен к мягкой экономической политике. Поэтому 7 сентября, я надеюсь, то, что это будет сказано, повторено и еще раз озвучен прямыми фразами, прямой формировки господином Драги. И надеюсь, то, что этот новостной фонд станет еще большим импульсом для снижения головного валютного риска. По евро сегодня, друзья, мы также разворачиваемся и начинаем продавать. По фунту. Вчера из отчета потребительское кредитование, я думаю, что забивать вам в голову цифрами не стоит. Сплат за прошлый месяц на 10%. Это серьезное снижение, которое указывает на то, что потребители начинают экономить на фоне снижения заработных плат. Вы помните, рост остается отрицательным на фоне высоких показателей инфляции. И, конечно же, на фоне сохраняющейся тенденции усиления индекса потребительских цен по прежнему. Еще актуальность страха и опасения, что инфляция может достигнуть даже 3% ближе к концу осеннего сезона, который, собственно, завтра и открывается. Не забывайте про политическую составляющую, которая может стать причиной еще больших распродаж британца. Поэтому по фунту мы, собственно, как и ранее, сохраняем короткую позицию. Доллар канадец. Сегодня мы будем наблюдать за статистикой по экономическому росту. В 15.30 этот релиз выйдет по ожиданиям. На самом деле цифра-то очень плохая, но целых 0,1% с прошлого, но целых 0,6%. Если прогноз будет оправдан, мы тут же начнем добавлять к слабой статистике по экономическому восстановлению последние провальные цифры по индексу цен производителей, готовящих нас к слабым цифрам по инфляции. Вспомним про то, что общий показатель CPI также не дотягивает до цели. Ну и не забывая про то давление, которое сейчас очевидно идет на рынке нефти, и тот рост, который показывает, соответственно, американская валюта, не стоит будет ставить на то, что USDCAD будет котироваться ниже отметки 1,25. Мы вчера видели резкий рост этого дуэта активов. В частности, собственно, эта сделка позволила нам только за одну торговую сессию заработать 130 пунктов. Если брать в расчет время начала нашего вчерашнего грифинга и, собственно, сегодня отсечку на 9,00 по московскому времени. И котировки, текущие по USDCAD 1,2637 – это лишь начало для развития еще большего бычего раля. Ждем отметку 1,28, либо, как я помню в комментариях, многие из вас делали акцент на то, что опара реально способна достигнуть даже сопротивление 1,30. Австралийцы, новозеландцы снижаются примерно по фигу, и мы потерялись за вчерашний день, тоже в соответствии с ожиданиями, долгосрочными прогнозами, поскольку мы изначально ставили на то, что эти инструменты реагируют только на поведение доллара. Доллар, наконец-таки, стал демонстрировать характер и, соответственно, стал причиной слабости этих активов. Золото, как я уже отметил, в одном шаге от того, чтобы протестировать поддержку 1300 долларов за тройскую инсу, сегодня у нас в 15.30 еще один важный релиз по личным доходам и расходам, но, опять же, поддерживая позитивный тон и тренд последних сильных данных по рознице и вообще демонстрации очень высокой активности национальных домохозяйств, я считаю, что эти релизы тоже будут на очень хорошем значении, поэтому доллар должен подрасти сегодня, а золото должно пробить, собственно, поддержку 1300 долларов за инсу. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся, соответственно, завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Завтра будем готовиться к No Farm Pairls, снова поговорим о долларе и о цене, изменились ли рыночные настроения в преддверии столь влажного индикатора по состоянию ключевого сектора американской экономики. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube к вашим услугам. Не стесняйтесь, оставляйте ваши комментарии. Ну и если вас, конечно же, не сотруднит, ставьте еще лайки под видео, то есть большие пальцы. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.